итак дорогие друзья мы начинаем трансляцию с матча между командами оак и ice creamers в раме в рамках нашего турнира и пхл осеннего турнира и пхл 2013 года как видеть как вы можете наблюдать команды играют не в полных составах у ice creamers не хватает игрока в общем-то и ок в последний момент нашли 4 так что вот в таких в общем-то в таком комплекте будут играть команды очень жаль что такая ситуация произошла лили джобсон реки на поле у команды ice creamers ройс делик и алекс алекс на поле у оак на воротах арк шейбой джобсон лилипота лилипота лилипот Да, согласен с тобой, Денис. Прошу прощения, отвлекся. Бросок, и вот за время, в общем-то, того, как я, в общем-то, молчал, никто, в общем-то, ворот пока не распечатал. Арк. Там Ройс на левом фланге ждет передачи, но тут Арк предпочитает атаку развить немного более медленно. Вот, в общем-то, всем тем, кто сейчас, наверное, посчитал, что это не совсем справедливо к Ice Creamers, вот играть так втроем. В общем-то, я бы понял бы, ох, какой бросок, и Джобсон попадает в две штанги в ворот Арка. Я бы еще понял бы такую ситуацию. Ну, бывает, да, безусловно, там, во время турнира, да, ну, форс-мажор, да. А так, в общем-то, Ройс открывает счет в этом матче. А так, в общем-то, мы ждали этот матч уже три дня, или даже четыре. Вот, и даже в момент, когда уже собрались, команды все равно были не комплектованы. Лили. Ох, какой бросок тут. Рики, шайб летит мимо ворот. Ройс, справа Алекс. Ну, надо почувствовать просто сейчас ту игру. Четыре на три, это немного другие ощущения игровые. С одной стороны проще, с другой стороны сложнее. Надо правильно расставляться по полю, без ошибок, чтобы играть. Потому что вратарь может выполнять роль такого либера. Джобсон. Ройс. На прошлом турнире, по-моему, была такая ситуация. Нордик Юнион играл с южными крейсерами. Передачу можно забить тут, и Джобсон сравнивает счет 1-1. Вбрасывание, Джобсон. Ройс. Джобсон снова выход 1-1. Кстати, может быть, я и зря, в общем-то, говорил про то, что... Ну, не говорил еще, просто как бы... Нет, опасная выхода 1-1. Ройс. Можно забить. Деликтострейдер ругается на своих игроков. Еще один момент. Мимо ворот. Алекс. Ну, чувствуется, в общем-то, преимущество территориальных игроков ОАК, но это не мудрено. Алекс. Бросок гол. 2-1. Алекс. Успеет? Не успевает? Нет, успевает. Все-таки можно бросить, и в пустые ворота шайбу забивают уже Деликтострейдера. Хотя мог бы эту шайбу вообще не трогать. 3-1. ОАК. Логично взял в свои руки ситуацию. И я думаю, в этом матче он уже не отпустит ее. Снова ошибка. Снова выход. Лили. Лили против Алекса. Алекса... А, прошу прощения Деликтострейдера. Он как-то задумался очень сильно. Арк. 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 Нет, уже как бы закончился первый период. Ну, ОАК поначалу как бы тушевались. И сейчас, правда, уже как-то собрались и начали пользоваться своим преимуществом. Я, как уже сказал, что не всегда просто сразу включиться в игру, когда играешь против троих соперников. Очень великий риск обшибки и обреза. Несмотря на численное преимущество, как ни странно. Хуй, блядь. Блядь. Это было лирическое отступление, как вы заметили. Ну, в общем-то, наверное, чувак, который зашел, не виноват. Он мог и не знать то, что происходит в турнире. Вот так что я, конечно, зря выругался. Ройс проходит одного. Заброс вперед. В никуда. В общем, игра проходит под стать, в общем-то, моим интонациям голосовым. Так, знаете, умеренно, спокойно и тихо. Я думаю, игра будет интересна фанатам ОАК, если такие бывают. Не знаю. Может быть ли вообще в нашей игре фанат ОАК? Лили в свои руки взял. И, в общем-то, пытались выбить у него с клюшки шайбу, а шайбу вот так вот предательски скакнуло в ворота. 4-2. Ройс. О, кстати, я так понял, даже набралось на замену на целых игроков. Делик. Выход один на один и поражает ворота он. Вратаря. Айскриммерс. Ну, айскриммерс, конечно, не стоит. Ни на что тут надеяться. Продолжение следует. Итак, Ройс, ну, у него перехватывает шайбу Джобсон, отдает на правый, на левый фланг, тут Рикки, там Джобсон снова открыт, передача на Лилипота, как-то у Окс странно пока играет, знаете, с провалами, с ошибками, но я вот уже сказал, что это очень непросто играть в большинстве, как бы это банально не звучало, тут надо как-то, знаете, не терять голову позиционно, продолжать играть грамотно, а вот при игре в большинстве вот такая ошибка появляется, когда игроки начинают просто дурить на поле, и иногда это даже приводило к поражениям команды, которая играла в большинстве. Лили. Джобсон. А и Скримерс, видимо, надо срочно в трансферное окно кого-то набирать, брать игрока какого-нибудь, поскольку если вот у них не могут прийти в субботу, я еще понимаю, в будний день, да, ну, все бывает, там, пробки, там, ну, всякие обстоятельства, но в субботу, когда не могут прийти игроки, причем, когда не могут прийти игроки, когда, в общем-то, уже договорились о встрече, но это уже печаль. Еще один бросок будет, наверное, и седьмая шайба, влетая от ворота Айскримерс, прошла где-то половина встречи. Ничего особенного, в общем-то, мы не наблюдаем, поэтому простите меня уж за мой скучный и тривиальный репортаж, поскольку ничего я не могу придумать, да еще приходится всяких дебилов кикать, блять, овечкино, блять, ходить в бои, играли бы в свою странную, блять, НХЛ, не ебали мозг бы, ну, хуя он вообще пришел, ну, ничего там, в Вашингтоне забот нет? Рики отыграл одну шайбу, третья шайба уже Айскримерс в сегодняшней игре. Рики с шайбой, передача на Лилипота, проходит он, можно бросить по воротам, но там блокирует бросок Александр. В общем-то, нам осталось буквально четыре периода этого противостояния, в кавычках, дотерпеть, я сказал бы, а вот это уже не в кавычках. Вбрасывание. Алекс. Джоб не смог перехватить шайбу, ну, пять шайб будет очень сложно отыграть. В меньшинстве это проблематично, это надо, чтобы все залетало, дальние броски шли, вот, а Айскримерс не идет игра, ну, по понятным причинам. Рики. Передача на пятак, никого там не было. Джоб. Джоб, ничего у него не получилось. Лили с шайбой, там можно Рики отдать на правый или на левый фланг, но он вот прочитает, да, вот именно так сыграть. Лилипота. Джоб впереди. И Рики, кстати. Почему, почему не встречали этот Лилипота, непонятно. На самом деле, тут Неврадово, кстати, вот зря тут высказывают претензии Алекса и Дели к Арку. Я считаю, что тут виноваты защитники полностью. Да, конечно, бросок был несложный, но что там творилось в защите сейчас вообще непонятно. Не дали бросить, абсолютно спокойно прокатиться. И это в большинстве, в общем-то, глупость, короче. Неплохая передача на пятак, но Джобсон не достает эту шайбу. Рики. Выбивают. Забавный момент. Айскримерс втроем прижали ОАК своим воротам. Очень забавно за этим наблюдать. Лили. 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 Рики. Ох, какой прострелный пятак, но там отлично играет. Но Делик может в одного тут обграть Джобсона или бросить. Вот удобная позиция, в принципе, для броска. И Делик от Стрейдер попадает в штангу. Ну что ж, у нас есть шанс, что все-таки игра может, ну как минимум не эта, но вторая как минимум может закончиться интересно. Наконец-то у Айскримерс пришел четвертый игрок. Ну, наверное, эта игра уже точно потеряна. Вот. Но следующее, может быть, даже будет заруба какая-то. Джобсон. Делик. Но мы пока не решили, кто на ворот встанет у Айскримерс. Делик ведет шайбу за воротами. Джоб. Там Рики открывает с правого фланга. Очень неплохая передача. Можно забить. Айскримерс посильнее выглядит, чем у Ак. Но, в общем-то, времени может не хватить. Скорее всего, его не хватит. Четыре шайбы. Ну, смотрите, еще один момент Рики. Но если Айскримерс сейчас вырвут эту игру, ну, это будет подвиг, конечно, просто невероятный. Несмотря ни на что, Айскримерс просто молодцы в этом матче. В общем, могу пожурить за неорганизованность, но могу похвалить за бойцовские качества. Вне всяких сомнений. Вот были бы они, пришли бы сегодня все, то получили бы свои заслуженные в этом матче три очка, скорее всего. Но еще ничего не закончено. Еще один бросок мимо ворот. Рики. Долго, долго, долго. Заброс Лили. Лили ожил. Бросать надо с неудобной, там блокируют, но Айскримерс просто уже отбивается. Да, ожидали, что они будут легкой прогулкой, а Рики делает покер. Шикарный бросок. Просто шикарнейший. Две шайбы. 49 секунд. И, смотрите, ошибается Серж. И еще один бросок накрывают. Там игроки Айскримерс. Эх, было бы, наверное, в распоряжении Айскримерс, там, не знаю, еще минутки две. Я думаю, они бы дожали бы УАК. Но 30 секунд очень сложно. Очень сложно. Лили говорит грузить. Правильно он говорит. Две шайбы так просто не отыгрываются. И, и, и. Ну, там все-таки подстраховывает Алекс. 15 секунд. Ну, я думаю, все. Вот сейчас, может быть, еще даже забьют ответку. Но вот сейчас 10 секунд. Кто-нибудь должен на шайбе оказаться. Надо бросать. Надо просто бросать. Бросок мимо ворот. 9-7. Побеждает УАК. Вот в такой интересной, скрашенной концовке. Вот. Ну, почти, почти. Что ж, будем ждать вторую игру. УАК.